БОКЕР ТОВ РОШХОДЭ ШТОВ ДОРГИЕ ДРУЗЬЯ Сегодня АДАР 2 Начало месяца И этот месяц очень хороший Мы знаем какие события происходили в Пурим Мы знаем как Всевышний победил наших врагов в Пурим И вот сейчас события которые происходят в мире Они тоже должны закончиться Если мы это конечно будем просить у Всевышнего И будем себя вести достойно То Всевышний закончит эту войну Это грабление даже скоро закончится Мы должны на это надеяться Так говорит наша Тора Глава которую мы сегодня читаем Называется Кудей Урок 5 Первого Ниссана Всевышний сказал Маше Собрать шатер Все предметы мешкана Были изготовлены До 25 кислева То есть В будущем этот праздник Был назван Ханука В первый день Этого праздника Уже все предметы были Но Всевышний сказал Всевышний сказал Что собрать мешкан нужно первого Ниссана Это год 2449 Девятый Вот Маше сказал Чтобы доставили ему шатер И интересно наши мудрецы говорят Что 7 дней Была подготовка Собирали Разбирали шатер И ничего не выходило Хотя предметы были в точности выполнены Как Тора пишет Ничего не выходило Но восьмой день Всевышний Пожалел нас И все сработало Поставил Маше Шатер Пишется что Маше Поставил Подножия Шатра Серебряные В них он вставил Балки Покрытые Золотом Деревянные Покрытые Золотом Поставил Столбы На которых Держится Завеса Отделяющая Святилище От святая святых Поставил Столбы На входе В шатер Пять столбов Тоже покрытых Золотом Взял все Четыре покрытия Положил их На шатер Растянул Потолок С золотыми Крючками С кругами Красивыми Вытканными По этой ткани За ним Положил покрытие Из козьей шерсти Следующее покрытие Положил Из шкур Тахашей И последнее покрытие Нет Следующее покрытие Из бараньих шкур Покрашено красным цветом И четвертое покрытие Шкур Тахашей Внес Он Ковчег Завета Положил в него Скрижали Накрыл его Крышкой Поставил Стол На котором стоят хлебы С хлебами Стол поставил Поставил Минору Светильник Поставил Маленький жертвник Золотой Для воскурения Благовонен После этого Он поставил Большой жертвенник Медный Во дворе храма Для жертвы сожжения И поставил Умывальник Медный С медным основанием После этого Взял масло Для помазания И помазал Все принадлежности Храма И Помазал им Коинов Написано Что Коины Должны были Перед начальством Начало служение Окунуться в Миквы И тогда Они подошли И Уже после этого Они были Уже в одеждах Которые тоже Всевышний Скал помазать Все помазал Коинов Помазал Все предметы Храма И Теперь сказал Что все К чему Все что прикоснется К этим предметам Освятится Вот так Так у нас Начал первого Ниссана 2449 года Почти через год После выхода Из Египта Мы вышли Из Египта 15 Ниссана 14 на 15 В ночь Вышли Вот у нас Уже работает Храм Начал работать Что было дальше Будем разбирать Дальше Но главное Что у нас Уже Храм есть Раз храм есть Значит нам должно Сейчас тоже Становиться легче Потому что Те события Которые происходят Торе Это те же события Которые происходят Сейчас И мы будем простить Всевышнего Чтобы он нас Пожалел И кровопролитие Закончилось Урок был дан За поднятие Души Моего папы Яков Бен Нахун Моего дяди Владир Бен Григорий Павел Бен Ефим Лев Бен Шмуэль Хаямалка Бат Йосиф Мира Бат Аврагам Памяти Ури Бен Харитон Бен Бен Мендель Здоровье Борис Бен Мария Светлана Бат Клара Анна Бат Ривка Полина Перба Соня Сура Женя Бат Ида Лена Бат Клара Анна Бат Елена Евгений Бен Софья Двойра Бат Мирьям Моисей Бен Ева Ирина Бат Двойра Йосиф Бен Раиса Инесса Бат Маэль Евгений Бен Берта Евгения Бат Ита Ицхак Шимон Бен Бейла Мотыл Фира Бат Анна За хороший шедух Арон Рейбин Двойра Денис Бен Ахун Всем все самого наилучшего До следующих встреч